Ой-ой-ой, какой гол! Ебанись, я такие лонгшоты вообще никогда не забивал. Вы знаете, ребята, я недавно захожу под свой старый ролик с Виткой 15 и нахожу коммент фейса. Я сначала подумал, что возможно не он видел свой ютуб канал, потом написал ему в личку в инстаграм и действительно оказалось, что меня смотрит фейс. Я, конечно, немного охренел, всегда приятно осознавать тот факт, что тебя смотрит человек, которого ты непосредственно слушаешь. Это прикольно. В общем-то, сегодня я к вам с хорошими новостями. В последнее время какая-то странная херня происходит. EA Sports начали подкручивать мне паки. Совсем недавно, в позапрошлом видосе, я вам показал то, что мне упал красный Ливандовский 94 рейтинг, который на секундочку стоит около 500 тысяч на рынке. И сегодня я также решил по фану собрать подарок дня рождения. И внимание, ребята, мне упал Златан Ибрагимович. Я просто выпал, типа, вау, нихера себе. Он же стоит около миллиона монет. Вы когда вообще последний раз видели подобный дроп на моем канале? Я уже успел Златану поиграть, за два матча забил два гола. И я хочу вам сказать, что это тот еще бестяра. Ну и, Sports, меня забайтили собрать таким образом еще один подобный пак. Повезет ли мне в третий раз на этой неделе? Я, конечно, не верю в такие совпадения. Мне кажется, после Златана они должны были сказать, все, успокойся. Ну и перед тем, как я открою этот пак, естественно, напомню о своих спонсорах компании OneX. OneX это высокие коэффициенты, моментальные выплаты и множество спортивных дисциплин. Как всегда, на этом сайте вы можете заработать баблишко различным образом. Ссылочка будет закреплена в комментарии, промокод будет на экране. Также, ребята, не забывайте про мой личный сайт с продажей монет. Ссылка будет в описании. Все-таки спровоцировали собрать этот день рождения, ребята. Это днюха, это днюха. И это въеб в сену. Потому что это, конечно, не то, что я хотел увидеть Дженни. Ну и вот, плавно мы подошли к теме ролика. Я решил сравнить Златана и Ливандовский в честной битве. Под них я набросал такой фановый состав. Как вы можете подозревать, это будет что-то похожее на рубрику FIFA Battle, которая была в 14-15 фифке. Привет, Алдам, которые меня смотрят. Став лайкайся, помнишь эту рубрику. Карточки, в принципе, похожи. Чем-то круче Ливандовский, чем-то круче Златан Ибрагимович. А Лабыч у нас будет играть на опорнике. Справа будет стоять Фьюдберсдей. Карточка Беля Радби. Ну и, собственно, этого челика давайте тоже затестим. 5 звезд на финтах на ЦЗшнике. Это, конечно, интересно будет. В общем-то, состав интересный, как мне кажется. Креативный я бы даже назвал. И если вам понравится эта движуха, обязательно поддержите ее лайком. Мне вот сейчас, честно, в кайф играть в эту игру. Как-то вот периодом у меня-то наступает. То черная полоса, то белая полоса. Отыграю я, наверное, около 3-4 матчей. И, собственно, сделаем выводы, кто из этих парней окажется сильнее. Ну и первый наш соперник. Довольно-таки интересная команда. У него так же, как у меня, вот эта вот Фьюдберсдей карточка на ЦЗ. Все, ребята, полетели. Естественно, я специально ни на кого играть не буду, потому что мне действительно интересно посмотреть, кто из них окажется сильнее в атаке. Так, у этого парня, да, 5 звезд я слышал. Давайте зачекнем, как они работают. Ох, как прокрутился. Хорош. Главное, мяч не потерять, блядь. Как говорится, техничный защитник, враг... Кого там враг, блядь? Враг команды. Во, вспомнил. Так, Белераби. Оп, оп. Пасик. Златан! Златан! Хорош! Ну, это прям дичайший какой-то тупейший отскок у меня был. Но Златан забивает, и, наверное, стоит станцевать, да? Вот такое вот новое празднование и спортс добавили. У-у-у, классно, тусич, дискотека. Так, Ливандовский. Бля, ну тут, на самом деле, я бы вот так вот и сыграл. То есть, ну, то есть, я мог ударить поворотом, но вы сами понимаете, что это херня была бы. То есть, я играю так, как бы я играл, если бы я играл без вот этой рубрики. Ну, собственно, соперник Ливает, и Златан забивает два голешника. Так, next соперник. 90-й сон в атаке. Это будет страшно. Так, ну-ка, давайте. Кто-нибудь там головкой свою не хочет замкнуть. Опа! Мяч-то у Алабы. Алаба-то может ударить. У-у-у-у, чуть не убил Терштегина. Так, конечно, преимущество Златана, это в его пяти звездах. Лонгшотик затестим. Так, не пускать. Ребята, блядь, да что за отскок Дженея? Да, блядь. Ой, 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 блядь. А что с ударом, Златан? Хороший пас. Немного поуебываемся. Так, Златан, Златан, Златан. Блядь! Хорош! Как же классно он застопил, забил гол. Так, почему-то Златан снова тут первый оказывается на мяче. Вот часто хороший пас дашь на Лёву. Найс, 2-0. Так, если я ничего не путаю, то три гола у Златана и один у Лёвы. Ой, это было унизительно, как мне кажется. Джене, что он творит? Тише, тише. Так, вот и Диаго Лопез в игре, кстати, ребята. Вы что думаете? Просто так тут стоит. Джене, какой подкат! Слушайте, ребята, сумасшедшая карточка. Так, Сон, ты, наверное, бить будешь, да? Охренеть, Диаго Лопез! Вот это сейв! Бля, ну что за анимация? Съебался. Джене, ребята, опять. Вы посмотрите, что творит этот парень. Эта карточка крутая, блядь. Я, конечно, недооценил ее с первого взгляда. Так, ну что, ластецкая атака от соперника. Он ее бездарно проебывает. И все. 2-0 побеждаем. Пока что в баттле счет 3-1. Вернер, Белераби, Салах, Сане. Ну, в общем, такая поясовая команда. Так, что-то опасное тут происходит уже с первых же минут. Но Диаго Лопез дает понять нам, что все-таки это не бич какой-то. Так, подача летит. Эсьен! Боже мой! Мяч летел в створ. Джене! Джене, блядь, ребята, центральный защитник! Какой удар у него получился! Мощный, хлесткий такой. Блядь, все, проебался. Нет. Диаго Лопез, ребята, снова дает нам понять, что это топовый голкипер. Ливандовский потолкался. И Файнасом! Хорошая, хотела сказать. Но Ливандовский промахивается. Сколько там финишем? 90 с чем-то, да? Ага. О! Вот это коридорчик. Вот это коридорчик. Ливандовский! Да, блядь, братан! Блядь, страшная замена произошла. У него вышла Адама Траура. Так, сейчас будет Габелла, мне кажется. Да. Это все. Это приехали. Блядь, Адама-то. Ха-ха-ха. Найс, удар Адама. Блин. Все жестче и жестче. Меня, конечно, душит соперник. Но Диаго Лопез опять говорит о том, что... Нихера. Не, я сегодня не пропущу. Это страшно, страшно. Диаго Лопез. Что бы я без тебя делал, братан? Сколько сейвов он сделал за сегодня? Так, Адама. Еще один лонгшот. С левой вроде ударил. Ну, ты дурак, что ли? А ну, у него две звезды. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ливандовский! Да какой же ты кусок говна! Да простит меня. Ливандовский. Ну, сколько моментов он заруинил уже? Блядь, все. Последняя минута. Диаго Лопез. Блядь, какой же жесткий матч, пацаны. Давай, Кентуха, братуха. Последний шанс. Последний шанс на победу, ребята. Кентуха, братуха. Кентуха, братуха. Отбежал всю команду. Всю команду. И просто в дальний. Блядь, надо было поздавать. Да, блядь, под таким углом. Как, блядь, под таким углом можно ударить Адама? Так, Ливандовский против Ливандовский. Будет интересно. Так, начало максимально интересное. Ливандовский. Оп, был ролл. И в дальний. Хорош. Вот такие вот голы я тебя жду, братан. Так, бляраби. Рабонай. Рабонай. Голову. Ливандовский. Как пытался ударить и Златан. Вот за это стоит и любить его. Как он прыгает. 2.05 минута. Просто. Разнос Петрович сразу же начался. Ну, это будет изи гол для Златана. Если сейчас, конечно, голкипер какие-то чудеса не вытворит. Чекаем. Я говорил, изи гол для Златана. 3-0. Нормально так он меня засадил. Так, надо бы удержать его. Ой, блядь, подкат не получился. Джигал Лобес. Блин, нет. Все-таки Диагал Лобес хороший, ребята. Не, чувак. Ну, после такого ты должен ливнуть. Не, ну, гол, конечно, красивый получился. Посмотрите, Ливандовский такой пасик. На. Типа, пописал и головкой Златан забивает. Просто, ребята, почувствуйте, насколько я нищий. У меня всего лишь 3 физформы в клубе. Ну, шо, ребята, полетели. Ластецкий матч. Какая-то простенькая ПЛочка мне встретилась. Сейчас из-за того, что все фармят этих гребанных кумиров. Прям действительно интересные или какие-нибудь креативные составы. Сложно встретить. Так, тут Ливандовский. Выход 1-1. Ну, такое ты должен забивать, братан. Конечно же. 1-0. Пятая минута. Блядь, провалище. Где мой Джане? Джане, убей его. Хорош. Если бы не Лин Ки, я бы, честно, его заиграл бы в своем составе. Но из-за того, что он никак не коннектится с моими игроками, сложно что-то придумать. Блядь, а левый фланг никто поддержать не хочет? Тише, тише. Какой нахер Роберто Фермино? Почему он меня отталкивает? Ой. Вот сейчас пойду, что он просто не выкатил пас. Я не знаю, почему он не стал выкатывать. Блядь. Ну, здесь я дурак. Я финт дел. Блядь, вот я и довъебывался. Подходи, подходи. Оп, я сделаю вот так. И вот так. Не получается меня забить красиво. Прям так хочется. Лонгшотни. Просто лонгшотни. Блядь, ну я не могу понять. У Ливандовский такие классные удары по статам. Но он столько руинист, что просто жесть. Да ну нахер. Да ну нахер. Серьезно. Вот такое вот говно я пропускаю. Бля, подобные голы я вообще не припомню, чтобы я когда-то пропускал. Кто мне забивает? Какой-то вонючий хейлер. Бля, я в ахуе. Как же это унизительно. Ладно, пора включать режим киберспортсмена. Блядь, пожалуйста. Я в ахуе, блядь. Этот хейлер просто сумасшедший. Так, все, ребята, играем серьезно. Что-то я много уебаюсь с всякими финтами. Там вот это все такое. Вот да, вот типа этого. Ну, отличный пас, кстати, прошел. Дальше назад она. И в ближний. Хорош! Вот это комбинация, ребята. Просто царская. Бля, отличный пас. Просто, блядь, шикарнейший. Диего Лопес. Блядь, только не этот хейлер. Он меня в этом матче просто достал. О, боже, Фермина. Как же ты сейчас плохо ударил. Не-не-не-не-не. Тише, 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 тише. Ну, оттолкните этого бомжа, блядь. Да кто они? Блядь, да что за каша мал... Вы посмотрите, что происходит. Я в ахере просто. Что с защитой? Надо бы, конечно, по-хорошему на позитивной ноте закончить этот выпуск. Учитывая, что происходит в последних матчах... Я просто в шоке, блядь. Меня просто этот ебаный хейлер в одиночку выносит. Вы просто вдумайтесь. Златан. Просто шандараха, блядь. Я не знаю. Ой-ой-ой, какой гол! Какой гол от Златана, ебанись! Я такие лонгшоты вообще никогда не забивал. Вот в чем прелесть этой карточки. Никто не сможет подобное повторить. Посмотрите, какая дистанция. На нахер просто. Я в ахуе. Ставь лайк, если тоже в ахуе. Не, ну это полный разенбаум, я считаю. 3-3. Вот это окончание выпуска. Эта карточка была дана мне свыше. Я вам базарю. Блядь, давайте вот после такой красивой штуки не будем пропускать голы. Блядь, пожалуйста, ребята, я вас молю. Последний гол Златана просто сделал этот выпуск. Как вы знаете, я безумно люблю всякие лонгшотики. И вот то, что сделал Златан в конце матча, это просто жесть. Я думаю, что с такого расстояния вообще невозможно в этой игре забить. Но не для Златана. Ну и что хочется сказать, подводя итоги. Состав мне безумно понравился. Я за очень долгое время получил удовольствие от этой игры даже. Джане, ну вы сами видели. Финторест 3000. Биллер Абби, ну ни туда, ни сюда. Ну за 10 матчей 2 гола, 2 асиста. Как будто вот его и не было на поле толком. Алабана опорники очень даже зашел. Левантовский, ну типа пойдет. То есть я не могу сказать, что я в диком восторге от этой карточки. Да, прикольно то, что он там пихается, толкается. Там завершение, казалось бы, 96. Но периодически такие фейлы делаешь, что без слез не взглянешь. Поэтому да, карточка крутая, интересная. Но играть я и в дальнейшей основе, наверное, не буду. А вот кем я буду играть, так это Златаном Ибрагимовичем. Вы сами все видели, какие вещи он творит на поле. Да, баланс полное дерьмо. Но учитывая его статы, его физуху, его удары, в совокупность с тем, что у него есть 5 звезд на финтах. И учитывая, что это один из моих любимых футбиков. Ну, вы сами понимаете. Это просто карточка must have. Если вам понравился этот ролик, поддержите его лайкусиками. Оставляйте классные комментарии. С вами был я, PandaFX. И всем хорошего настроения. Пока.